Есть люди, которые всегда хотят больше. Не просто жизнь, а жизнь с плюсом. Плюс больше километров. Плюс больше уверенности. Плюс больше мощности. Обновленное топливо «Экто Плюс» от «Лукойл». Больше плюсов — больше эффективности. Раз-раз-раз. Как меня слышно? Вы готовы? Ребята, день воскресный, день чудесный. А я к вам спешу с новым сюжетиком из Дубая. Забегая наперед, сразу говорю, что это один из последних роликов отсюда, ведь скоро мы улетаем. И этот выпуск будет просто насыщен информацией, как позитивной, так и негативной. Посмотрите его внимательно до конца, и вы все поймете, что такое туризм и проживание в Дубае. Здесь я нахожусь практически один месяц. С первого дня пребывания я делал заметки у себя в телефоне с плюсами и минусами, которые я здесь увидел. И вот сегодня я вам хочу обо всем этом деле рассказать. Также в конце ролика я вам расскажу о своих ближайших планах, какие предложения мне поступили. И некоторые просто офигеют, кто-то порадуется, а кто-то скажет, ах, блондин, собака такая рыжая. Короче, ролик будет насыщен информацией. Мне есть вам что показать и рассказать. И начну я его, пожалуй, с козырей. Прямо сейчас я вам покажу обзор на квартиру, которую мы здесь снимали один месяц. Расскажу про цены, расскажу все детали. Короче, ребята, будет интересно. Но прежде чем мы начнем и я вам покажу квартирку, я просто обязан познакомить вас со спонсором выпуска. Без промедления мы начинаем. Прямо сейчас. Поехали. Друзья, если вы задумались о приобретении жилья в ипотеку, то рекомендую вам обратить ваше внимание на новый сервис U-Home. Если вы уже долго сами ищите квартиру на известных досках объявлений и никак не можете определиться, в каком банке и какую программу кредования выбрать вам, то вам, ребята, точно в U-Home. Они как раз таки и учтут все ваши пожелания и требования. А на основании вашей кредитной истории проведут детальную аналитику и заранее скажут, на какой бюджет вы можете рассчитывать. И с U-Home можно, в принципе, не переживать за одобрение. Для вашего понимания, с ребятами из U-Home работают все застройщики Москвы и Московской области, а также топовые банки Российской Федерации, ВТБ, СБР, ну и многие другие. Так что, если вы ищете квартиру от застройщика, но не знаете, как сделать правильный выбор, первый шаг или как получить ипотеку под адекватный процент, доверьтесь ребятам из U-Home. До конца года их услуги абсолютно бесплатные. Прямо сейчас вы можете перейти по ссылочке в описании, оставить заявочку, с вами свяжется менеджер, все вам детально расскажет, и вы уже примете финальное решение. U-Home ждет вас в описании. Ну что, вы готовы? Значит, квартира, которую вы сейчас увидите, обошлась мне на 30 календарных дней по цене 205 тысяч рублей. И это очень дешево по текущим меркам. Она могла бы стоить чуть дешевле, расскажу как и почему. И сколько она будет стоить в следующем месяце, вы просто офигеете. Показываю вам. Квартира, честно скажу, мега шикарная. Вы сейчас с этим согласитесь. Заходим. Площадь у нее порядка 100 с чем-то квадратных метров. Вот такая кухня нас встречает, огромнейшая, я бы сказал, совмещенная с залом. Все, как я люблю. Значит, все, что вы видите на кухне, это было от собственника. Соответственно, мы приехали, и все ложечки, кастрюльки, тарелочки, кофемашина, все было. За исключением, вот, ну, понятное дело, наших вещей. Кухня действительно мега шикарная. Готовить на ней было потрясающе. Огромнейший зал, большой телевизор. Посмотреть, какие просто потолки. Стол обеденный. Короче, вот по планировке, вот эта квартира моей мечты. И когда я сюда приехал, это одна из первых и последних квартир, которую я посмотрел, сразу я решил арендовать. Это только начало. Мы проходим дальше. Она, получается, идет с двумя спальнями. Здесь первый санузел, просто унитаз и раковина. Коридор. Первая комната, в которой я даже и не находился. Здесь у меня обычно лежал портфельчик с моим оборудованием. Ну, полноценная спальня. В ней же находится ванна, туалет и дополнительный санузел. Шкафы встроенные и так далее. Это, само собой разумеется, на них даже не трачу ваше время. И вторая спальня, где спит моя дочь с женой. Здесь тоже присутствует санузел. Со всех трех комнат можно выйти на балкон. А балкон здесь мега шикарный. Просто представьте мое состояние, когда я сюда прихожу, посмотреть ее. Выхожу на балкон и думаю, да ну нафиг. Как говорится, это что? Тайм-сквер. Вон там у нас море, пляж. Этот район называется Дубай-Марина. Чтобы вы понимали, вокруг живут, мне кажется, просто одни русские. Конечно же, здесь есть иностранцы, но русская речь здесь встречается на каждом шагу. Вот такой балкончик, на котором можно было посидеть, почилить, попить чай, подумать о жизни. И просто-напросто наслаждаться погодой, теплотой и жить. А записывать все буду по-живому, искренне, от души вам все рассказывать. Ну смотрите, давайте начнем в первую очередь с цены, я прям сделаю на них отдельный акцент. Потому что многие люди, кто едут путешествовать, кто решил переехать на постоянное место жительства, кто решил приехать попробовать зацепиться в Дубае. Первый вопрос, с чем сталкиваются, это жилье. Здесь вас ждет сюрприз. Значит, с конца сентября здесь начинается сезон. Почему? Температура воздуха падает, вот сейчас середина октября, уже гораздо комфортнее находиться на улице и днем, и вечером в том числе. А это говорит о том, что туристы со всего мира начинают активно сюда приезжать. Это первое. Второе. Через 37 дней неподалеку в Катаре начнется чемпионат мира по футболу. И туристов будет еще больше, потому что Дубай, это для них будет такой некий перевалочный пункт, куда они будут прилетать, гулять и потом уезжать дальше. А это все говорит о том, что сейчас будет максимально повышенный спрос на аренду жилья, как посуточно, так на длительный срок, в том числе и на отели. А значит, что когда есть спрос, цены растут. Удивительно, что не только в нашей стране поднимают цены, когда есть спрос, а во всем мире. Значит, вот эта квартира, если бы у меня, допустим, или у вас был бы вид на жительство, вот Emirates ID, вы бы могли ее снять, например, на длинный срок, на год, примерно по цене 170-180 тысяч рублей. Отдельно идет депозит, в цену входит все, что вы видите, вся мебель и так далее. Вы всем этим делом можете пользоваться. Плюс ко всему, вам также два раза в неделю приходит уборка и вашу квартиру, пока она у вас в аренде, вам ее убирают. На территории жилого комплекса есть полноценный бассейн, есть спортзал, есть зона барбекю, есть небольшая детская площадка, есть сауна, есть хамам. Короче, все, что нужно для комфортной жизни, есть. По нашим меркам, это такой некий бизнес-класс. Огромное красивое лобби, рядом есть магазины. Вообще, само расположение квартиры находится в шикарном месте. Дубай-Марина, туристический центр, можно его смело называть. Из окна я вижу, как катаются яхты, как приплывают сюда огромные лайнеры. Если чуть-чуть голову откинуть, можно увидеть пальму. Короче, с точки зрения локации, это условно, я снимаю квартиру на Арбате в Москве. На центральной улице, все здесь шикарно. Значит, я ее снимаю за 205 тысяч рублей, плюс отдаю 17 с половиной тысяч рублей. Это тысячи дирхам депозит. Я снял эту квартиру через своих друзей, за что им огромное спасибо. Они меня оперативно познакомили с владельцами агентства, у которых в своем распоряжении есть квартиры. Многие спрашивают, ну, познакомим с этим агентством, хотим тоже квартиру снять. Ребята, вот эта квартира на следующий месяц, чтобы ее продлить или взять в аренду, предлагается по цене 665 тысяч рублей за один календарный месяц. Как вам такое? 205 тысяч на длительный срок 170-180, и вот сейчас она будет стоить 665 тысяч рублей. Я общался здесь с огромным количеством ребят, кто приехал отдохнуть, кто здесь работает. И знаю одно, что люди снимают квартиру вдвое меньше, чем вот это. Маленький зал, небольшая кухня, маленькая спальня, небольшой балкончик по цене 240 тысяч рублей за один месяц. Почему? Потому что они ее сняли на недельку позже. Цены уже начали расти. На сегодняшний день найти здесь квартиру хорошую, уютную, для того, чтобы вы могли проживать за небольшие деньги, как мне кажется, это просто-напросто невозможно. Если вдруг вы где-то что-то увидели, уточняйте, перепроверяйте. Потому что это история, как это бывает у нас, мы про это снимали, рассказывали в предыдущих роликах, что вы можете увидеть там какой-нибудь Booking или Airbnb квартиру, все классно, вживую она может отличаться. Или же вам просто-напросто скажут, что эта квартира сдана, давайте посмотрим другую. Короче, первое, с чем вы столкнетесь, это жилье. И оно здесь на сегодняшний день мега дорогое. Вот эти все истории, что можно снять квартиру там за 50 тысяч рублей, я не знаю, там за 60 тысяч рублей, это возможно. Есть отдельные райончики подальше, где рядом ни хрена ничего нету, где огромное скопление индусов, то бишь здесь их действительно очень много, они там проживают. Вот вы к ним можете заехать, и подчеркиваю, это опять же на длительный срок, квартирка будет совсем другая. Когда сюда я пришел, привел свою семью, и мы увидели эту квартиру все вместе, настроение было шикарно, потому что буквально мы находимся на отдыхе, я параллельно работаю, здесь ну просто все есть. Вот сейчас, например, моя жена с ребенком пошли купаться на море. Ну как вам такое? Ну здорово же, да, если так позитивно посмотреть на мысли. Кафе, рестораны, магазины, кухня, есть все. С точки зрения продуктов, даже на этом не останавливаюсь, цены либо такие же, как в Москве, некоторые вещи, продукты чуть дороже, что-то сильно дешевле. То есть здесь прямо можно делать отдельный обзор, но я этим заниматься не буду, нахрен это не надо, ходить мне по магазину, вам показывают помидоры, картошку, что по чем стоит. Сам смысл такой, что продукты плюс-минус такие же по цене, как и в Москве. Поэтому ключевой расход, самый значительный, это в первую очередь аренда жилья. Как турист, вы здесь спокойно можете находиться 90 дней, после чего вы должны страну покинуть примерно еще на 90 дней, и потом вы можете еще раз заехать на 90 дней. Таким образом, за год вы можете находиться здесь 180 дней. Вы скажете, ну и что, дома будем сидеть? Нет, конечно. Пойдемте, я вас выведу на улицу, прогуляю немножко и поделюсь еще наблюдениями. Безопасность, конечно же, на высшем уровне, про это можно даже не говорить. Я ухожу и дверь даже закрывать не буду, в этом нет абсолютно никакого смысла. Ну, вы можете наблюдать. Вот так выглядит подъезд, 4 лифта, квартир довольно-таки много, шумоизоляция в квартирах так себе. Соответственно, если соседи слушают музыку, либо включают телевизор громко, я, естественно, это все дело слышу. Но в целом такого, чтобы в ночное время кто-то кричал, орал, мы ни разу не встречали. Ну и дом сам по себе достойного качества, достойного класса. Люди здесь живут далеко не бедные, поэтому в этом плане каких-то проблем с проживанием не было. Вот, зацените лифт, да, сразу звук поприятней. Специально он так обвешан для того, чтобы в этом лифте могли поднимать, например, строительные материалы. То бишь, если что-то крупногабаритное тачишь в квартиру, то, соответственно, заезжаешь вот на этом лифте. Выход, балконы, бассейны, парковки, все есть. Здесь, соответственно, все сделано по уму с точки зрения того, что покупаешь квартиру, и тебе сразу идет парковочное место. Докупать его не нужно. Выходишь и все, попадаешь в город. В одном из первых роликов я уже поднимал эту тему, но сейчас хочу ее чуть глубже коснуться. Вот как отношения происходят здесь между русскими и украинцами. Абсолютно ровно. Здесь, в этой стране никаких конфликтов нет. Все живут своей жизнью. Более того, ни разу мы здесь не слышали, например, украинскую речь. Хотя украинцы есть, все общаются свободно на русском языке. Каких-то потасовок между кем-то здесь этого не существует. Как рассказывать, если ты на улице вообще будешь громко ругаться с кем-то, начнешь там, не дай бог, драться, это сразу депортация. Поэтому в целом, вот, города живет своей жизнью. Подчеркиваю, мы сейчас находимся в районе, который туристический. И, соответственно, здесь огромное количество туристов. Вы можете видеть, что, допустим, передвигаются различные доставки. Короче, идет обычная, типичная, спокойная жизнь. Но отмечу следующее. Вот нам рассказывают, что, например, в Эмиратах нет алкоголя. Буквально здесь, неподалеку на пляже, есть отдельный бар. Я был дико удивлен тому, что когда вечером я спускаясь, например, в магазин, очень много европейцев действительно сильно пьяных встречается. Подчеркиваю, постараюсь дать максимально объективную информацию. Огромное количество европейцев, которые мегакультурные люди, приветливые. Но встречаются и те, кто просто, стоя на светофоре, может просто во весь голос рыгнуть, харкнуть, смаркнуться, высморкаться на территории, например, отеля, внутри помещения, вот в лобби стоять, просто смаркнуться и стоять дальше, как будто бы ничего не бывало. Я, честно говоря, этому был удивлен, ну, наверное, для них это ничего такого в порядке вещей. Более того, в силу того, что мы находимся в Бай, здесь, на самом деле, нельзя особо-то и снимать. Если сейчас я сижу на фоне пальмы, дорога, окей, если отправиться куда-нибудь, допустим, к Бурж-Халифа и начать снимать там, на фоне какого-нибудь дома, магазина, тут же подходит охрана, делает замечание, что нехрен здесь снимать, потому что это частный бизнес, разрешения на съемку у тебя нету, свободен. Да, 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 вот за моей спиной как раз проходят люди, с которыми некоторые будут здесь конкурировать с точки зрения работы и трудоустройства. Вот, но в целом, в целом, как вот эти все байки, что все прям мега строго, нет. С уважением относитесь к людям, спокойно себя ведете, никому не хамите и, собственно, никаких вопросов, проблем не будет. Двигаемся с вами дальше. Вот сейчас я для многих развею сказку. Значит, пока мы находимся здесь, я получаю огромное количество писем, вопросов от людей, которые решили переехать сюда на постоянное место жительства, решили попробовать зацепиться. Так, например, мне написал парень, он говорит, мы втроем с друзьями переезжаем в Дубай, у нас в кармане на каждого по 50 тысяч рублей. Думаем, сейчас приедем, возьмем себе квартирку какую-то небольшую и потихонечку начнем цепляться, начнем работать, готовы браться за любую работу, лишь бы было чем заниматься, было бы на чем зарабатывать. Вот специально для тех, кто находится вот в этой группе, ребята, я вам сразу скажу, забудьте, забудьте про Дубай, вам точно не сюда. Объясняю. Значит, коренное население здесь примерно 10% про арабов и то, как они живут, я сегодня тоже вам немножко расскажу из того, что знаю. Львиная доля здесь мигранты со всего земного шара. В том числе здесь огромное количество индусов, если не ошибаюсь, там, пакистанцев, филиппинцев, короче, тех ребят, которые приезжают сюда вкалывать рабочими профессиями. Стройка, обслуживание, ну и все, что с этим связано. Поэтому конкурировать в этом нелегком труде с филиппинцами-индусами вы просто-напросто не сможете. Температура летом здесь примерно там 50 градусов может быть. И, соответственно, ребята работают на открытом воздухе, на стройке. Когда посмотришь на них, они все одеты в шляпах, да, ну, чтобы просто там сознание не потерять. И представишь, как вот просто денечек такой отработать, это не та история, как у нас там можно прийти на стройку и где-то потеряться на весь день. Ребята, все гораздо строже, за всеми здесь следят. Соответственно, конкурировать с ними будет просто-напросто нереально. При этом получают они относительно маленькие деньги. Что значит относительно маленькие? У них с этим даже был спор. Когда-то я где-то читал какую-то статью, что чуть ли не с правительством страны вели разговор, почему они получают так мало денег. Ответ максимально простой и максимально банальный. Потому что у них дома, откуда они приезжают, они получают еще меньше. И сюда они едут исключительно на заработки. Они проживают в небольших комьюнити. Утром проснулся, отработал. Рабочий день, если не ошибаюсь, ну, с утра до вечера 6 дней в неделю работают. Один день выходной. Соответственно, здесь они зарабатывают деньги, отправляют их домой. И таким образом, на вот эти заработанные тут дома можно неплохо жить. Но русскому человеку, как мне кажется, приехать и пойти на стройку работать, вы просто уедете головой. Это будет, мне кажется, максимально нереально. Потому что здесь на улице-то тяжело находиться. А я уже не говорю про то, что работать. Опять же, нужно знать язык хоть какой-то. Короче, сразу говорю. Те, кто решил попробовать сменить страну и пожить в другой стране, вот если нет денег, точно не сюда. Для комфортного проживания здесь, ну, вот считайте, к примеру, вы взяли, там, приехали с семьей 200 тысяч рублей, квартирка вам обойдется. Ну, и еще примерно 1300 накидываете. Это для того, чтобы вы там могли, например, детский сад оплатить ребенку. Либо же вы приехали без детей, там, с женой, с девушкой. Просто как угодно. Все равно 1300-1400 вы тратить будете. Отсюда вопрос, а сколько вы зарабатываете? Поэтому все те, кто переезжают сюда, это люди с баблом. И когда я здесь общаюсь с людьми, все снимают квартиры, все неплохо себя чувствуют, у всех есть удаленная работа, они нормально денег зарабатывают. Вот так вот из серии с копейкой в кармане, таких историй здесь много. Люди переезжают, люди цепляются. Вы можете подсчитать в интернете, много там найдете таких подобных статей, отзывов. Но сам факт того, что это будет просто дичайший стресс, потому что Дубай это мега дорогой город по сравнению с альтернативными вариантами. Типа там Азия, Турция, Казахстан, Кыргызстан, ну и так далее. Поэтому здесь подводим черту. Те, кто тешат себя мыслями о том, что я сюда приеду, пожалуйста, приезжайте, попробуйте зацепиться. Но, говорю сразу, на всю жизнь запомните такой переезд. Я хочу сделать акцент, что у меня нет абсолютно никакой задачи кого-то запугать, там сказать не надо, не надо, не эти. Думайте сами. Просто здесь, конечно же, можно найти квартиру, например, там за 100 тысяч рублей. Но я бы даже сказал, что от 100 тысяч рублей будет какая-то плюс-минус нормальная квартира с одной спальней. Сюда же плюсуйте сразу расходы на питание, транспорт, сопутствующие расходы, там связь, какую-то одежду вы купите, там не дай бог приболели, какие-то медикаменты будут нужны. Ну, 1200 рублей должны быть. Поэтому, ребята, всем жителям России и стран СНГ этот город априори уже не подходит. Ну, кто может приехать, чтобы уже был там какой-то пассивный доход на такие деньги? Хотя те, кто как раз сюда приезжают, у них доходы очень хорошие. Те, кто работают там в IT, те, кто работают, ну, где угодно, кто может дистанционно зарабатывать и делают там 300, 400, 500 тысяч и больше, здесь чувствуют себя комфортно, потому что денежка всегда есть. Даже так скажу, сложилось впечатление, что богатые здесь не стесняются быть богатыми. Видели такую картину? Стоит Роллс-Ройс, подходит к нему пожилой человек, открывает багажник, а у него просто лежат пачки с деньгами. Ну, реально, просто пачки с деньгами. Он одно аккуратненько вскрывает, расплачивается с человеком за что-то, закрывает багажник, не ставит машину на сигнализацию, то есть он ничего не нажал, просто уходит дальше по своим делам. Ну, знаете, вот это просто удивляет. Так бы, как бы ты приходишь, так и думаешь, ничего себе, прикольно. Когда ты приходишь в торговые центры, ребята рассказывали, человек решил купить себе часики Ролекса за 1 миллион рублей. Говорит, очень выгодно, в России такие стоят 1 миллион 300. Так в итоге, чтобы эти часики купить, ему пришлось постоять в очереди, потолкаться, попытаться договориться, чтобы никому их не продавали, потому что он их забронировал, пошел снимать деньги, принес эти деньги, купил. Вот такая история. Брендовые магазины, люксовые шмотки, это даже не обсуждаемо. Это само собой разумеется. Но, ребята, все кроется в деталях. Я не встретил здесь абсолютно ни одного пенсионера. То бишь, это говорит о том, что город такой, знаете, он как будто как искусственный. То есть сюда приезжают люди жить, наслаждаться жизнью, поработать. Но вот такого, чтобы ты пришел в небольшой супермаркет и встретил там дедушку, бабушку, который покупает продукты, которые здесь проживают, естественно, нет. То есть все, что здесь происходит вокруг, это вот приезжие. Местные люди живут в совсем других местах. Это вот коренное население, мы говорим, это арабы. Но у них совсем другой уровень жизни. Сегодня я вам, как сказал, чуть позже об этом кратко расскажу. В основном это такой вот, скажем так, средний класс и выше, там от 20 до, не знаю, 50, там 55, может 60 лет. Короче, ровно все те, у кого бабки есть. Поэтому, когда ты куда-то здесь идешь, понимаешь, ты вот как будто находишься в каком-то огромном торговом центре. Вот именно такое впечатление сложилось от города, что как будто я приехал в торговый центр, и вот я передвигаюсь, я могу жить в него, я могу выйти из него. Но вот какой-то такой души уюта домашнего, что это город, это твое жилье, ну, не складывается. Хотя, подчеркиваю, это исключительно мое мнение, потому что те, кто сюда переехал на постоянку, живут здесь по 10 лет, им все шикарно, их все устраивает. Поэтому я думаю, что прожив здесь, там, может быть, год-два, там, 3-5 лет, вот тогда можно было бы записать полноценный отзыв. Но вот за месяц проживания ровно такие мысли посетили голову. Каждый час, если не ошибаюсь, идут короткие такие вот напоминания о молитве. И раз в неделю, в пятницу вечером, самое длинное. Очень сильно, конечно, подкупает вот эта безопасность, то, что, в принципе, отсутствует кража. Вот, например, оставить телефон здесь, уйти, можно прийти вечером, он реально будет лежать здесь, как рассказывают многие. Потому что люди, бывало, забывали на пляже у себя телефоны, сумки с деньгами. Вообще вопросов в этом плане нет. И добавлю сюда же еще про аренду. Мало того, что недвижка здесь, да, в аренду дорогая, вот конкретно в сезон, так сейчас многие риэлторы даже не заинтересованы общаться с людьми, кто хочет взять в аренду недвижимость ниже, чем 170 тысяч рублей. Я вам сразу делаю перевод. Как правило, хотят с теми, кто выше 200 и так далее, у кого есть деньги, кто хочет снять там на длительный срок. Но в первую очередь абсолютно всех риэлторов здесь волнуют и заботят только те люди, которые хотят купить жилье, потому что именно от продажи они могут получить хороший процент. А бегать и помогать вам искать квартирку за копейки, ну я откровенно говорю, я лично таких не встречал. Мне многие люди писали, многие агентства писали, но в первую очередь все пишут ради одного. Приведи нам живого клиента на покупку недвижимости. Короче, друзья, вы должны понимать, что чужая страна это чужая страна. И здесь будете вы мигрантом. Без прав, безо всего. Короче, пока деньги есть, можете наслаждаться, передвигаться. Если приехали с копейкой, хотите заработать, ох, как вам будет нелегко. Ну а сейчас я вас привел в Дубайск. Все, что вы видите вокруг, здесь как раз таки и живут наши с вами соотечественники. В огромнейшем количестве. Кто-то снимает квартиры, кто-то их уже давным-давно купил и либо сдает, либо проживает здесь. Цены даже смысла нет обсуждать, ребята. Это все стоит миллионы, миллионы долларов. Ничего здесь дешевого и серии, знаешь, там за 200 тысяч долларов вот тут сейчас вы не найдете. Либо это, возможно, какой-то строящийся дом, какая-нибудь маленькая небольшая студия квадратов так на 25. И то на этапе котлована подожди энное количество лет, пока она построится. Но при этом, друзья, многие сами же жалуются друг на друга. Вот нам рассказали интересную ситуацию. За что купил, за то продал. Рассказываю ровно так, как рассказали это мне. Девушка говорит, мы переехали в жилой дом. А в этом жилом доме, покупая квартиру, везде сразу с покупкой квартиры идет парковочное место. Например, там не было привязано парковочное место к вашей квартире. То есть ты приезжаешь на паркинг и встаешь ровно там, где ты можешь, на любое удобное место, свободное. Наши же, приехав, начали делать следующую историю. Забивают места и серия, это мое. Говорят, ставят вот эти вот поднимающиеся заглушки. Серия уехал, ключиком ее поднял. До свидания. Канистрочки подпирают чужие машины. Если вдруг ты встал, да, на, в кавычках, мое место. Вот это стандартная история. И начинают говорить то, что нахрен, 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 нахрен надоели они. То есть русские надоели русские. Вот такая история бывает. Жирный минус какой. Здесь просто-напросто невозможно находиться. Вечером, днем, особенно в летнее время. Вот за счет того, что мы как бы находимся немножко в низине, да, вот мы вниз спустились, ветра здесь практически не бывает. И, соответственно, когда ты идешь, просто стоит в спертый воздух. Если сейчас, да, температура падает, вы можете там увидеть, что немножко колышутся деревья. Это уже просто сказка какая-то. Но, например, к некоторым людям, к кому я приходил в гости, выходишь на балкон, там вообще ветерка даже нет. То есть, соответственно, для нас, да, для людей, кто привык к такому более мягкому климату, это нужно пожить, адаптироваться. Потому что, ну, жара просто дикая. Ну, дикая жара самая натуральная. Хотя народ бегает, занимается спортом. Ну, я подчеркиваю, очень тяжело находиться. С точки зрения чистоты, значит, это отдельная история. Вы должны не забывать, что по факту мы находимся в пустыне, которая выросла, и здесь постоянно все намывают, начищают. Во многих вот, да, в ключевых туристических местах каждыми днями там уборка идет, дороги моют здесь с моющим средством. То есть, как вот дома ты начинаешь мыть полы с пенкой, да, то же самое происходит и здесь. То есть, по факту чистота, ну, можно сказать, идеальная. Хотя, за исключением некоторых моментов, что я встречал, что, например, бутылки кто-то бросает, окурки, естественно, бросают. Но такого, чтобы вы увидели, что, например, там пакет из-под Макдональдса разлетелся и летает по всему городу, здесь такого нет. Хотя, если поехать, например, на различные стройки, вот мы ездили, передвигались, там, да, там действительно люди мусорят, мусора очень много. Но, опять же, рабочий процесс, не знаю, почему не сделан так, что отдельный бак, чтобы все собирались. То есть, там прям действительно можно увидеть мусор. Еще скажу, да, что можно же найти какие-нибудь трущобы, где, например, живут те же самые, там, не знаю, индусы, либо там, где жилье стоит минимальных денег. Там, естественно, уровень жизни будет совсем другой. Но вы, как турист, вряд ли захотите там жить. Вы приезжаете вот в подобные места. Дубай-Марина, Бурж-Халифа. В общем, то, что связано с туристическим отдыхом. Все сладко, гладко, идеально. Но нет, преступления здесь тоже есть. Общаясь с людьми, в предыдущих роликах рассказывали, что и вот нарушают правила дорожного движения путем того, что садятся за руль пьяными. Кражи здесь нет-нет, как рассказывают. Добывают убийства здесь тоже бывает. Вот, допустим, проституция запрещена. Но, тем не менее, по городу вы можете встретить огромное количество этих визиток с дамами легкого поведения. Дам легкого поведения здесь просто огромное количество. Иногда даже это удивляет, когда ты идешь по городу в мусульманской стране, а девушка идет, ну, можно сказать, голо. Юбка 10 сантиметров и просто немножко прикрыта грудь там четвертого или пятого размера. Такое здесь есть. Я не знаю, почему сейчас им не делают за это замечание. Окей, там, пляж это одна история. Но такие же девушки, наверное, приходят и в торговые центры. Мне говорят, что раньше, там, 4-5 лет назад им делали замечание. Говорили, что нет, в таком наряде сюда нельзя. Идите, накиньте что-то. Сейчас, говорят, стало проще, что ли. То есть, таких особо замечаний им не делают. Но, тем не менее, я для себя вывод сделал какой? Что, скорее всего, здесь идет цензура с точки зрения того, что вы никогда не увидите, наверное, в местных новостях какой-то негативной информации. Делают это, как я понял, специально для того, чтобы Дубай сам по себе не потерял свою инвестиционную привлекательность. И, соответственно, рассказывают о том, что все круто, все строится, все развивается. Это действительно так. Но вот такого негатива, как у нас, например, что ты включаешь новости, а там отдельный блок, 30 минут, чрезвычайные происшествия. Где рассказывают, как кого-то прибили, кого-то задушили, ограбили, изнасиловали. Такого здесь нет. То бишь, людей вот этой негативной информацией не пичкают. Вот обратите внимание, да, ну красотища. Вот многие скажут, хрень полная, человейники, да как здесь можно жить? И многие люди пишут так действительно. Пойдем потихонечку, зеленый загорелся. Ну, сити, сити, друзья, самая настоящая сити, мегаполис. Выходишь на балкончик, чайку себе налил, забалдел, дома у тебя кондей лег, самое главное. Спокойно себя чувствуешь, наслаждаешься жизнью. Вот всегда, когда ездил за границей, куда-то приезжал, гулял по улицам, смотрел на различные дома. Здесь вот архитектура, она больше такая вся современная. В Европе историческая часть, да, допустим, в Испании мне понравилась, в Чехии мне понравилась. Вот именно архитектура, как улочки сделаны. Здесь же такой шаг вперед. И по-своему есть интересные дома, расположение, балконы хорошие. То есть не какая-то бздунька европейская, маленькая, этот французский балкончик, а полноценный балкон, на котором ты действительно можешь выйти с семьей, хотя бы там 3-4 человека, и прям посидеть, там, не знаю, поужинать, например, в удовольствие. Конечно, все местное население так не делает. Как я понял, днем в жару, на улице вообще особо никого не встречу, все рестораны, эти лавочки закрыты, все прячутся по помещениям под кондиционерами. Вот вам, пожалуйста, рекламная интеграция. Вкусно у вас? Борщ, суп. Борщ, я по-русски меню. Борщ, суп, салат, мясо, кухня, хороший кальян. Русских много приходит? Я русский, русский кальян. Короче, друзья, вот вам, пожалуйста, дубайский. Выходишь возле дома. Русская кухня, по-русски все говорят. Вам всем рады. Спасибо большое. До свидания. Спасибо, спасибо. Спасибо, мы вас тоже. Вот так вот, видите, вот здесь, конечно, когда приходишь, казалось бы мелочь, но тем не менее сразу приятно, что теперь не говорят там, типа, ааа. Ну, по крайней мере, по крайней мере. Иногда страшно идти за границей, там думаешь, сейчас какое-то отношение будет негативное. По факту здесь все на лайте, на изи, на расслабоне. Очень много русской речи. Дзыга-дзыга здесь, все любят пивка попить холодненького. Кайфует, парень. Про детей. Важный момент. Приезжаете вы, у вас есть дети, например, куда? Отправить детей погулять. Вот здесь, что меня удивило, с детскими площадками здесь прям вот просто труба. Посмотреть на Москву, Московскую область, крупные города по России, да и вообще в целом даже не крупные, вот, например, там, проживая в Кашире, я вижу, как действительно у нас развита вот эта детская инфраструктура, площадки, и все, что с этим связано, просто на высшем уровне. Здесь же, например, ты можешь прийти на детскую площадку, она, например, расположена там вот под мостом. Я не могу ее поснимать, потому что там дети находятся, люди находятся. Просто как бы, ну, вы понимаете, не надо тут ходить с камерой и все эти подсъемы делать. Человеку может быть неприятно. Здесь даже говорят, что фотографировать. Если ты фотографируешь толпу людей, тоже за это могут быть проблемы, но смысл в другом. Смысл-то в другом. Площадки очень скудные, то бишь, просто-напросто не во что ребенку поиграть. Это прям вообще меня сильно удивило. И самое главное, что их относительно немного. И вечером, когда все приходят там с детских садов, со школ, площадки просто-напросто переполнены. Прям мега переполнены. Детские сады и школы, естественно, вы все это можете найти для русскоговорящих детей. Это вообще не проблема. Вот, плати деньги, плати деньги. Детский сад это примерно 50 тысяч рублей в месяц. Это может быть дороже. Короче, это все индивидуально, потому что школа в школе тоже может быть. Есть школы, которые стоят вообще космических денег. Есть международные школы, там, британские, английские, немецкие, любые. Короче, в этом плане вот обилие выбора, оно присутствует. Возможно, внутри детских садов, там, с точки зрения игрушек и детских площадок отдельная история. Но вот так вот выйти с ребенком на улицу очень сложно. Опять же, вечером, да, ты приходишь под мост, ветра нет, ничего нет, ты просто весь мокрый. Дети бегают, все мокрые. То есть, в этом плане, ну, действительно, просто самая настоящая сауна. Очень тяжело находиться. У меня дочь, она вообще на море не хочет ходить, потому что там жара, море горячее. И очень тяжело и дискомфортно находиться. Люди, да, туристы, я заметил, утром ходят на море, вечером ходят на море. Ну, и, естественно, днем народа тоже полно, потому что кто-то любит жестиночки, кто-то хочет прогреть кости по полной программе. Ну, и, конечно же, зелень здесь просто на вес золота. Все, что вы видите, это, конечно же, искусственные насаждения. Повсюду идут системы полива. Насколько я знаю, все застройщики, которые здесь строят дома, они обязаны делать определенный процент озеленения. Это прям строго. Тем не менее, можно, конечно же, найти различные парки, где зелени будет очень много. Есть отдельный район Дубай-Хиллс. Это как раз такая кладезь, такой, знаете, азис в Дубае, где очень много зелени. Поэтому он многим людям полюбился. Там народом живет очень много. Но вот так вот, с точки зрения города, вы будете передвигаться, конечно, после проживания в нашей стране. Для вас это будет, ну, просто чуждо. То бишь, изначально это интересно. Но когда ты начинаешь здесь привыкать ко всему, уже, знаешь, прям, ну, действительно не хватает ветерка холодного, минусовой температурки. То есть хочется домой, как бы мне здесь находиться тяжело. Но отмечу, что многие, кто проживают, адаптируются и на это вообще не жалуются. И как бы для кого-то это каменные джунгли, а некоторым нравится. Вот я общался с людьми, кто-то говорит, типа, вот я вот вообще от всего того, что я вижу, я просто-напросто кайфую, мне нравится. Таким образом, на вкус и цвет товарищей нет. У нас в стране огромное количество каналов, которые ведут свою деятельность на предмет того, что не там запарковался, ходят с камерами, хамят, да, людям. Давай, уезжай, убирай. Ходят по магазинам, показывают там просрочку, общение с гаишниками, ну и так далее. И вот эти социальные вопросы, которые нас окружают. Здесь такие каналы существовать не смогут, потому что здесь даже просто, когда ты приходишь в магазин, вот у меня супруга снимала на телефон, видео там продукты показывали. Подошел охранник максимально культурно, объяснил, что не надо снимать. Как бы вы покупаете, выбираете, наслаждаетесь. Но снимать лишний раз не нужно, потому что мало ли кто-то в кадр попадет. Ты видишь, в этом плане здесь все максимально строго. Более того, я был просто удивлен, что вот магазинчик возле дома, ты приходишь, вот как у нас, да, охрана работает, и как здесь. Всегда все здороваются, всегда все улыбаются. Более того, что ты заходишь, например, в магазин, охранник видит, он меня там набрал продукты, но не взял корзинку. Он взял корзинку, принес, дал мне ее. Помогают к детям, относятся. Я удивился так, что мы прям действительно очень сильно как-то, ну не знаю, может быть это как-то наигранно, но я так не подумал бы. Всегда с ребенком общаются, всегда уступают. То есть всегда помогают в этом плане, нет какого-то, знаешь, типа, а, пришли, там ребенок заплакал, еще что-то. То есть в этом плане прям сервис развит на высшем уровне, и хочу сказать, да так и должно быть, ты приходишь к тебе с добротой, ты с добротой. По сто раз скажешь там, здрасьте, спасибо, до свидания, руки пожмешь, там условно всем разошелся. Сейчас время около часа дня, я так подозреваю, что народ расходится на обед. Ну короче, движуха своя есть, интересно, люди идут тоже все, смотрят рассказ. Ну вот прошли ребята по-русски разговаривать. Короче, русская есть здесь на каждом шагу, на каждом углу. Немаловажный вопрос – медицина. Болеть здесь нельзя. Это первое, что нам говорят, если вдруг ты находишься здесь, и у тебя нету медицинской страховки. То бишь все те, кто проживают, естественно, страхуются. В этом плане вопросов нету. Но, как рассказывали люди, женщина прищемила себе палец у двери, она зашла в больницу, осмотрели, сказали, перелома нету, чем-то помазали, забинтовали. Будь добра, 8 тысяч рублей заплати. И, соответственно, это абсолютно, как мне кажется, нормальное явление, потому что в первую очередь развита страховка. Вот если у тебя есть страховка, то вопросов никаких не будет. А страховка на всех считается индивидуальной. Молодой человек заплатит, допустим, 30 тысяч рублей в год, бабушка заплатит 100 тысяч рублей в год. Все высчитывается, исходя из зоны риска вашего здоровья. Затрону тему алкоголя, потому что, когда мы, например, сюда ехали, складывалось впечатление, что страна же не пьющая. То есть, например, вы не можете зайти в какой-то ресторан, сесть, заказать себе бокал вина. Алкоголь здесь запрещен. Ну, запрещен в кавычках, но в большей степени алкоголя нету. И народ нормально себя чувствует. Там ребята, он играет в теннис, многие просто гуляют, наслаждаются. Прикольно, когда приходишь в ресторан, знаешь, люди заказывают. Обычно прям видно, под некоторые блюда прям 100% бы взяли бы себе вина, бы еще чего-то. А здесь этого нету. Все, и нормально с водичкой или с коктейлями безалкогольными. Очень вкусные, кстати, коктейли. Вот так вот сидится. Есть отдельные бары при отелях, там, естественно, алкоголь есть. Но, тем не менее, есть отдельно бары на пляже, куда ты можешь прийти. Я однажды открыл его, думал, что это какое-то кафе-ресторан. Открываю, европейцы просто с красными мордами сидят, там, кружки пива, всего полно, футбол идет. То бишь, живут своей жизнью, не напрягаются. Время 12 часов дня, человек отдыхает. Ну, а что ему еще делать, если он приехал отдыхать? Ну, алкогольные магазины, мне кажется, что-то не на каждом шагу. Ну, по крайней мере, вот мы, например, проживаем в Марине, выходишь, перешел мост, торговый центр, спускаешься вниз, все. Алкогольный магазин, в котором постоянно-постоянно очередь. То есть, такого, что зайти там и никого нет. Ну, подчеркиваю, мы заходили несколько раз, смотрели, что есть. Цены плюс-минус такие же, как в Москве. Вы не увидите здесь, чтобы кто-то сидел на лавочке, чистил таран, купил пиво в открытую. Такого нету. То есть, если кто-то покупает алкоголь, как я понял, они его распивают исключительно в домашних условиях, там, за ужином и так далее. Встретить там сильно пьяных людей, что кто-то идет, шатается, ну, конечно же, такого нету, но такое есть. Потому что, лично я видел группу европейцев, 4 мужика, шли вот такие, просто пошатываясь, как раз с того самого бара на пляже. Но, в целом, такой картины, как у нас, там, кто-то пьяный лежит, спит, естественно, такого здесь, как я понял, не бывает. Вот здесь, ребята, для меня знаменательное место, объясню. Вот отель Армани, и здесь, видите, такой парк небольшой. Вот в этих местах я как раз своей жене и сделал предложение. А сейчас вот, мы привезли. Слышишь? Папа, здесь маме делал предложение, чтобы мама вышла замуж, а потом ты появилась. Вот так вот бывает в жизни, да. Вот сюда мы пришли. Пришел тогда, она ничего не подозревает. Я предложение сделал, она плачет, а я сам тоже плачу. Дождей, в принципе, не бывает. Говорят, недавно вызывали искусственный дождь, который один из Эмиратов аж затопил, даже были жертвы. Здесь максимально комфортно находиться ровно тем, у кого есть дистанционная работа, кому нравится жара, кому нравится вечное лето, и у кого самое главное есть деньги. Потому что если у тебя есть деньги, ты себе спокойно покупаешь или арендуешь автомобиль, ты проживаешь в хорошей, уютной квартире, работаешь. Интернет здесь на высшем уровне, пожаловаться лично мне невозможно, все летает, как видите, ролики выходят исправно. Вышел из дома, сел в автомобиль, отправился в магазин, купил все, что хочешь, ассортимент вот такой. Кухни на любой вкус, хочешь чего-то русского, есть и магазины, где отдельно прям полки стоят с русскими продуктами. Доставка русских продуктов, соскучился ты по селедочке, по соленым огурчикам, все ты, пожалуйста, получишь на высшем уровне. В моменте. Соответственно, проживаешь, ни о чем не паришься, работаешь, спорт, пляжи, ну и так далее, кайфуешь. Вот к слову скажу, если проживая в Москве, когда начинается холод, идет ветер, у меня сразу постоянно, то нос закладывает, то прыщи вылазят, то бок болит, невралгия, тут надует, тут болит, там болит. Здесь не болит ничего. Нос не закладывает, просто чувствуешь себя идеально. Единственное, от чего я тут простываю, а вылазить прыщи, ну это кондиционеры. То же самое дети, абсолютно все дети, кто приезжают, постоянно кашлят, ну поначалу, потому что на улице плюс 40, ты заходишь в магазин, там холодильник плюс 18, дуют кондиционеры. Ну, естественно, заболеть можно, ну естественно, ты к этому со временем адаптируешься. Ху-ху, жаришка, конечно, через камеру не передать какая. Значит, самый ценный совет, всегда должны быть на кармане деньги, наличкой, для того, чтобы вы себе всегда могли купить воды. В таких странах обезвоживание наступает максимально быстро, и вот это проявление, значит, там, тошнота, плохо себя чувствую, голова закружилась, вода должна быть всегда. Пью ее, там, литрами выпиваю. Значит, смотрите, я всегда с вами честен, всегда вам рассказываю правду, ничего там не скрываю, всегда говорю, как я вижу, как есть. И прямо сейчас я вам расскажу о тех предложениях, которые мне поступили. Значит, здесь мы находимся до 22 октября. 20 числа моя жена с ребенком полетят в Москву. Ребенку нужно походить в садик. Жена хочет встретиться с родителями, с подружками, развеяться, погулять, пообщаться. Ну, как нам говорят, продолжайте жить своей жизнью. Я же продолжаю жить своей жизнью. Будучи здесь, получил огромное количество предложений от людей, которые живут по всему нашему миру, с приглашениями. Приезжай, поснимай. Одно из таких было от одних ребят, с ними мы ранее снимали в Москве сюжеты. Они предлагают поехать по ряду стран, их будет три, и там снять мега крутые сюжеты. Максимально приближенные к жизни каждого человека. Показать, как люди живут, снять целую серию роликов, сюжетов из путешествий. Я и ранее такое снимал, многие спрашивали, ну когда, когда. Четыре года, друзья, четыре года я работал без отпуска. Вот в 2018 году мы слетали на Кипр, в медовый месяц, когда я поженился, и, собственно, все, после этого я работал. Сейчас получил предложение, на ряд из них согласился. И точно такие будут турне, я в одном городе поживу 7 дней, в другом 7 дней, в третьем 7 дней. И буду снимать там сюжеты, буду собирать максимально много информации. Поэтому все те, кто пользуется социальными сетями, подписывайтесь. Я в дальнейшем буду писать, куда мы летим, где мы будем снимать. То есть я лечу исключительно летать, работать, вести свою деятельность. Те, кто спрашивает, ну а что, когда домой вернусь, обязательно вернусь. Сейчас мы наснимаем сюжеты и потом, собственно, домой как бы скитаться всю жизнь по Амиру я не собираюсь. Я, подчеркиваю, я не оправдываюсь. Я лишь даю вам обратную связь, рассказываю, какие у меня сейчас будут планы согласно моей деятельности. Поэтому выпуски воскресного дня будут вас радовать. Будем собирать информацию, снимать, показывать. Вы будете просматривать и на основании этого делать для себя различные выводы. Ну а с точки зрения коренного населения, я думаю, все вы прекрасно знаете, что государство арабам коренным для жизни дает все. Когда человек рождается, ему выделяют деньги. Когда человек решил пожениться, ему могут подарить от государства землю, могут построить на этом земельном участке дом. Либо ему подарить земельный участок уже с построенной вилой. Но здесь тоже есть свои тонкости. Насколько я знаю, что если араб на момент свадьбы хорошо зарабатывает, все прозрачно, видит, что у него есть деньги, то ему могут дать какие-то льготы, например, беспроцентный кредит, реально беспроцентный, то есть рассрочку дать. Но такое, что, например, если он видит, что он хорошо зарабатывает, ему могут даже ту же самую вилу и не подарить. То есть тоже есть везде свои исключения. Касательно медицины, если он заболел и его не могут, например, вылечить в их стране, будучи здесь, то оплачивают перелет, лечение в любой точке мира. То же самое касательно образования. Ты вырос, хочешь учиться, хочешь учись здесь, хочешь учись в Англии, в России, где угодно, куда сам он захочет, он летит, спокойно учится, ему это все дело оплачивают. Поэтому в этом плане у них все ок. Значит, анонс ближайших роликов. Следующим сюжетом у нас на канале выйдет ситуация на рынке недвижимости. Я уже раскидал все вопросы нашим агентам, риэлторам, владельцам агентств недвижимости по России. С конкретными вопросами люди соберут информацию, запишут, и я ее уже смонтирую, прокомментирую. Вы узнаете, что у нас сегодня происходит актуального на рынке нашей недвижимости. Далее, в силу того, что я занимаюсь автомобилями, продолжаю свою деятельность, ищу машины людям. В том числе мы привозим автомобили из-за бугра, одна из таких стран, Дубай. Мы сейчас здесь встретимся с нашим партнером, с кем мы здесь работаем непосредственно для того, чтобы записать сюжет. Поедем по площадкам, покажем, как это все дело происходит, какие машины представлены, что почем, сколько стоит. В общем, получится целый такой интересный, насыщенный ролик. Он тоже выйдет на канале в ближайшее время. Ну и также накопились вопросы, на которые я хотел бы дать ответ. Сделать домашний, уютный видеоролик. Может быть, под кружечку пива, может быть, под чашечку чая. Сделать какое-то блюдо и просто посидеть так же в формате, пообщаться. Многим такой ролик тот зашел. Все говорят, когда еще будет, когда еще будет. Вот только думаю, откуда бы его записать. Хочется что-то, какую-то такую уютную, теплую, спокойную атмосферу найти. Создать, сесть, записать, чтобы вам было интересно посмотреть, послушать. Короче, негативных новостей полно. Вы сами все эти каналы знаете. Пожалуйста, смотрите, читайте. Я же буду продолжать снимать ровно на те темы, на которые я снимал, в которых я более-менее разбираюсь, которые мне самому интересны для того, чтобы делать вам, в первую очередь, искренние и душевные ролики. Ну а на этом, ребята, у меня сегодня все. Сейчас я нажму на кнопочку стоп и сяду монтировать этот выпуск. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите ваши комментарии, с чем вы согласны, не согласны. Возможно, кто-то из вас здесь прожил длительное время и ему есть что сказать. Пожалуйста, конструктивно высказывайте ваше мнение, поправляйте, делитесь полезной информацией. Подписывайтесь на все социальные сети, которые ждут вас по ссылочке в описании. Все полезные ссылочки на спонсоров выпуска остаются также в описании. У меня на этом все. До новых встреч. Всем пока-пока.